Аудиокниги Дмитрий Лим, граф Воронцов, книга вторая С каждым новым протянутым проводом до магнитофона Мое сердце замирало Хотя я прекрасно понимал, что в любом случае выйду отсюда Либо живым и оправданным, либо мертвым, но потом воскресшим Главная проблема была в том, что мне придется скрываться до конца своих дней Если, конечно, в этом мире не существуют пластические хирурги На них, так скажем, какая-то надежда все же была Сменю морду лица, покрашу волосы и стану новым человеком Только вот академия и семейный бизнес будут для меня закрыты Скорее всего, Быков, конечно же, будет рад такому исходу Мне придется жить у него на цепи, слушать команды и просто выполнять Но такой жизни для себя я не хочу Что думаешь делать, Дим? Голос ворона немного сбавил обороты страдания Поубиваешь всех? А я могу? Тишина длилась долго Наконец Бог ответил Боюсь, что нет Слишком много силовых магов С полями-то ты справишься Не без способностей, Варны Но за это время, пока ты снимаешь поля, тебя убьют раз двадцать И раз двадцать я поднимусь Покажешь свое бессмертие Проснешься опять в объятиях чьих-то прелестных грудей Станешь врагом и целью номер один Стоит ли оно того? Да я и сам понимаю, что мне не стоит лезть на рожон Посмотрим, что записал Иван, какой компромат мы услышим Он попытался меня разговорить, заставляя вспоминать хотя бы приблизительные дни Когда я мог упомянуть что-то про свой мир Посчитали, что это было слишком часто Скорее всего, доказать обратное не получится Но неужели одной только записи суд поверит? Думаю, да Поймать иномирца крайне тяжело Фактически это единичный случай Раз в лет так двадцать-двадцать пять Можно поймать на разности магии Бывшего владельца тела и нового В твоем случае этот вариант сразу отпадает Старика твоего не заподозрили, но его и крыли хорошо А там очевидный иномирец Был магом и бац Стал нулевкой без потенциала Хотя когда он уходил из структуры Никто и не знал его особенностей А сейчас не заставят провериться? А смысл? Он ни в чем не заподозрен Фактов нет Обвинения тоже Но вдруг, если что-то случится, то, пожалуй, ему придется долго объяснять, как он лишился силы своего бога Точнее, на какую жертву он пошел Хотелось еще раз попытаться разговорить птицу, но, увы, не сейчас Мне больно не нравилась история с дятлом Очень «Где записи?» Голос Ивана, который с панической мордой рылся в сумке, доставило мне некоторое удовольствие «Значит, это все? Все так просто?» Его ухмылка, появившаяся через несколько секунд, сбила с меня спесь Нашел, выродок, нашел Перед началом прослушивания записи начались вопросы в мою сторону В сторону защиты и свидетелей Просто, так скажем, банальность Ничего интересного или относящегося к делу судья не получил Даже несколько бледный старик до последнего врал «Нет, не может этого быть!» Только после его слов Иван как-то странно хмыкнул И, кажется, я понял, какие именно моменты будут на кассете Заключительным этапом было слово судьи «Иван Юрьевич Воронцов, вы понимаете всю тяжесть последствий, если окажется, что вы оболгали обвиняемого?» «Да, Ваша честь», — сухо ответил дядя «Тем более у меня есть свидетель, тот, кто собственными ушами слышал эти записи, тот, кто берет ответственность на себя за установку подслушивающих устройств «Вадим Викторович!» — он рукой показал на сидящего около него мужчину «Вольфович!» — мы готовы будем заплатить штраф за незаконную аудиофиксацию И, конечно же, принести свои глубочайшие извинения «Сумму штрафа назначат после вынесения вердикта», — кивнула женщина «Маргарита, будьте любезны, нажмите клавишу» Глядя на самодовольную улыбку Ивана, мне хотелось только одного Разбить мордашку до кровавых соплей Еще и издевается «Штрафы!» — говорит «Ничего, хрен моржовый Даже если меня казнят, мое самодовольное лицо будет последним, что ты увидишь в своей жизни Не руби с плеча, Дим Ворон попытался было успокоить меня Все решаемо Я не беспокоюсь, а размышляю Если ты думаешь, что меня пугает моя судьба на этом суде, ты ошибаешься Отсюда всего два выхода И с обоими я определился Выживу в любом случае, а дальше как карта ляжет Маргарита не успела нажать на кнопку, как заскрипела дверь за нашими спинами Все, абсолютно все машинально обернулись На наше дружное мероприятие пожаловал сам Василий Евгеньевич Быков С собственной персоной Обвел толпу хмурым взглядом Кивнул судья Дождался одобрительного кивка И сел среди обычных слушателей И что же это он здесь делает? Мельком посмотрел на побледневшее лицо Ивана Задумался Еще раз оглянулся и понял, что на заседании нет ни Степана, ни Аллы, ни Жанны Почему? Маргарита! Судья еще раз обратилась к молодой помощнице Но тут Быков подал голос Госпожа судья Могу ли я внести прояснение? Она чуть приспустила очки Внимательно посмотрела на вояку и ответила Вы являетесь участником судебного процесса? Но он не ответил на поставленный вопрос Начал задавать свой Скажите, пожалуйста Обвинитель знает, какие санкции будут применены к нему В том случае, если его факты, на которые он опирается, окажутся вымыслом Он понимает, что его фамилию в сочетании с его именем будет навсегда стерта с истории нашей страны Мне кажется, он не представляет, что значит идти в суд лишь с записью Хорошая попытка, Василий Но точно нет, это не поможет Иван, правда, задергался Но рука Вольфовича на его плече успокоила Он попытался выдавать из себя ухмылку, но не получилось Судья же предупредила Быкова Что еще одно подобное выступление, и он будет удален Мужчина лишь ухмыльнулся, пожал плечами И скрестил руки на груди Ждал Ждал результата, как и все присутствующие Маргарита после третьей команды все же нажала злосчастную кнопку Что-то в этой коробке начало жужжать Послышался треск, писк и... пошли голоса Когда помощница настроила звук, чтобы можно было все четко расслышать Моя улыбка становилась все шире и шире С каждой фразой, с каждым словом, с каждым звуком Дрянь такая, я тебе что сказал? Взяла, сука, и сняла с себя все тряпье Голос Ивана на записи был весьма грозным Мне нужны эти связи с Москвой, понимаешь? Нужны! Ты! Моя собственность, ясно? Не Аллы, а моя! Поэтому будешь делать все, что я скажу Прошу! Заплаканный голос Жанны немного взбудоражил мою кровь Пошла, сука, и легла под него! Сейчас же! Ваня! Голос Аллы был завершением первой записи Иван побледнел Вольфович побледнел Я улыбался Видимо, Иван Юрьевич оставил не только компромат на обвиняемого Судья хмыкнула и приказала Маргарите Там еще есть записи? Да, Ваша честь Еще три линии Я не понимал О какой такой линии, она говорит, но с удовольствием ждал Что же там будет дальше? Виктор Ты понимаешь, что наша проблема не только в этом говнюке? Дима хоть и сшила в заднице, но что делать с братом? Ему тоже захочется разделить остатки его дел? Кто знает Может, братец сделает свой ход раньше? Если бы не он, меня бы здесь не было Не нужно это обсуждать со мной Все же он меня нанял, а не ты, Ваня Действуем по плану Зал молчал Я лыбился еще больше обычного Даже несколько раз думал обернуться, чтобы поблагодарить Быкова Хотя даже не понимал, как он это сделал Но вовремя откинул эту мысль из головы Не нужно, чтобы люди думали лишнее Ну и вишенкой на торте был диалог между тем же Виктором и Иваном Которые обсуждали судью Много сказали лишнего, оскорбительного И вообще, кажется, все сложилось так, как нужно было Мой адвокат встал, как только послышался писк кассеты Госпожа судья, я так понимаю, все обвинения с моего клиента сняты Однако, он подождал, пока злая от услышанного судья Одобрительно кивнет и продолжил Мой клиент Он повернул голову вправо Опустил ее Посмотрел на меня Дерзай Ответил я Хочу поставить под вопрос следующее Моего клиента ложно обвинили в преступлении против человека А все мы знаем, что это чревато Поэтому предлагаю начать заседание по ответному делу Клевета Преступный сговор С целью уничтожить законного наследника рода Вранье! Взревел Иван Но тут же был посажен охраной на место Более того Иван Юрьевич Воронцов Вы обвиняетесь в преступном сговоре С целью смещения законного наследника С его заслуженного места Также Вы обвиняетесь в шпионаже Ее слова были музыкой Для моих ушей Заседание длилось больше трех часов Фактически Можно было обойтись и десятью минутами Но судья вдоволь потрепала нервы Что Ивану Что Вольфовичу Которого, кстати, заключили под стражу До выяснения обстоятельств Только вот что из этого выйдет Оставалось лишь гадать Ивана по завершению процесса Наказали, так скажем, по месту Заковали в наручники Заставили подписать бумаги И увезли в так называемое СИЗО А там уже как судья решит Либо в Сибирь Лес валить Либо поближе к Монголии Что там в Монголии? Оставалось лишь гадать Но отныне Его лишили магии Бога Он больше не находится В нашем роду Воронцовых Не принадлежит ему Отныне изгои без фамилии И места жительства Оставалась лишь формальность Для его отправки Мне нужно будет завтра Приехать сюда же Подписать протокол И отправить дяденьку Куда подальше И для себя решить Как передавить Степана И успеть забрать Рудникова она Пока этот долболоб Его не про... Ты доволен делом? Быков нагнал меня У самого выхода Как вы это сделали? Я смотрел на него С некоторым восхищением А затем сам нашел Ответ на вопрос Рогозин, да? Быков кивнул Значит, он просто Надавил на Константина И тот подменил записи Отдал свои Личные Но как? Ты хочешь, наверное, узнать Как он сделал это здесь В суде? Определенно, да Это его особенность Кассеты, которые были у Ивана Его собственность А со своей собственностью Он может делать Все, что хочет Находясь Всего ничего За стеной Проник в изнанку Нашел очертания Своего творения И просто Поменял начинку Легко Возможно Только раньше Он и этого не умел Понимаешь, что ждет тебя В будущем Если ты будешь Работать на меня Я и без его слов Понимал Как могу прокачать Свою силу Только вот Насколько все это Было честным Почему ты рассуждаешь О честности, Дим? Ворон весьма громко Начал говорить Тебя попытались Прогнуть Убрать с дороги А ты еще Даешь волю Эмоциям Он такой же человек Как и я Нет Я не жалею о том Что случилось сегодня Все же Я иду по пути Который выбрал сам Осталось только Убрать Виктора Второго брата отца И добить этих сопляков Планы-то какие Рассмеялся Бог А потянешь ли? Или ты думаешь Что этот вот Бычара С дебильным башком Будет везде тебя Спасать Помогать Тебе не нравится Его Бог? Почему ты так говоришь? Ответ был очевидным Не моего Ума делом Однако он все же Оставил Дельный совет Ну, как совет Напутствие Быть осторожным С Быковым Его Бог Весьма Своеобразный Только вот что Это могло значить На улице Меня ждали Мои Радостные И кое-кто даже Со слезами На глазах У тебя Получилось Прошептал на ухо Обнимающий Меня дед Смахивая с глаза Скупую слезу После суда Прошел день Утром Мне пришлось Туда еще раз Ездить В компании Альбины Доделать все дела Поставить подписи Несколько раз Сказать спасибо И вернуться К своим промыслам Вечер в воскресенье Я провел В офисе Составляя бланки Чтобы заказать Оборудование И материалы Для варны Очень много Матерился Ибо Местная бюрократия Была создана Не для людей Списки Отчеты Оптовые закупки Все это было Чересчур А все лишь потому Что половина того Что нужно было купить Относилась К зарубежному исполнению Все эти колесики Латунные шарики Шайбочки Стеклышки И прочая хреномуть И да На этой закупке Я потратил Почти весь аванс Выданный мне заводом Однако Это был лишь Первый шаг Следующий Массовое производство И сколько бы Варна Не ерепенилась Я найду Способ Как снабдить Ее работниками Чтобы производство Ускорилось А она Могла разгрузиться С себя Ради новых идей Которых у нее Было и так С перебором Все же не успеть Верно? Подсобный Рабочий Василий В это время Выполнял Мою новую команду Точнее Приказ Собрал своих Двух работяг И они Дружно Вскрывали Коробки И мешки На стеллажах Выписывали Все, что там Было В отдельный лист Чтобы я составил План по сбыту Конечно же Не через черный Рынок Здесь мне Поможет Быков Определенно Не откажет Из-за двери То и дело Слышался Грохот Отборный Трехэтажный Мат Хотя вскоре Все затихло Вышел Дабы убедиться Что никто Никого не прибил Но вместо Работников Встретил взглядом Степана Вот и сыночка Сраной Пожаловал Что вы, Рынок Попытаешься Меня еще раз убить?